Приветствую всех, кто смотрит это видео, с вами снова Вета, и мы с вами немножечко глючим, но мы с вами находимся в игре Гарри Поттер и Философский Камень, и в этой серии мы идем к Хагриду, узнать, что же он от нас хотел после уроков. Да, это бревно весьма любопытное, оно периодически у меня лагает, но мы идем с вами дальше, для начала мы заглянем в этот тайник, вот кстати тут уже на самом деле появляются все менее очевидные тайники, это кстати еще не все, мы лезем вот сюда, и это не может меня не радовать, что вот такие вот тайники, их же не каждый может заметить, Я, например, этот тайник далеко не с первого раза нашла, то есть буквально, ах ты, ах ты заразка, я забыла про нее совсем, сейчас поди еще вторая прилетит, а да, летит. Пикси, докси, или как их там правильно по этой игре называть, что улитки какие-то больно скоростные, не оправдывают своей улиточной сущности, скажу я вам. Ну и весь этот путь мы проделали чисто ради одного сундука, но кстати посмотрите какой красивый сундук. Много-много конфеток мы с вами получили. Ну и кстати, на самом деле лес мне очень даже нравится, то есть он очень красивый, в нем звучит красивая музыка, и вообще на самом деле классно в лесу, за исключением, пожалуй, новых врагов и всяческих опасностей, которыми наш Гарри, конечно же, подвергнется. Какие же новые враги? А вот, например, вот этот. Ай-яй-яй, огненная черепаха, которая чуть было в меня не попала. Вот мы отфлипендим ее вот сюда, чтобы она нас не трогала, но, к сожалению, эта черепаха, она очень быстро сейчас очнется и будет продолжать нас кулять огнем. Но на самом деле она не очень-то опасная, скажу я вам. Так, теперь избавляемся от шипов. На самом деле, я, по-моему, этого не говорила, но заклинание инцидио в этой игре имеет совершенно не то предназначение, которое у него на самом деле. То есть заклинание инцидио, если кто не знает, оно на самом деле разжигает огонь. Блин, ты мешаешь мне, скотина. Короче, инцидио разжигает огонь, а здесь его использовали для борьбы с опасными растениями. То есть могли бы использовать то же самое дефин, да, как, например, сделали это в тайной комнате. Ладно, о тайной комнате нам еще рано говорить, но все же. Было бы намного логичнее, как я считаю. Нежели, ну, портить сущность уже существующего заклинания. Кстати говоря, мне почему-то вот так кажется, что инцидио, даже символ чем-то похож на некий огонек. Ладно, все, черепаха, ты меня уже достала. Давайте пойдем дальше. Тут у нас улитки. Это, кстати, нормальные улитки, медленные, вполне себе. Так, вот здесь, по-моему, должна Пикси вылететь. Или она вылетит вот после того, как мы Флиппенда применим. Наверное, да. А, вот они, я их вижу. Ах, засранки-то, а. Ладно, давайте свалим бревно. Так, ну вот они полетели. Даже такая музыка зловещая. Звучит, а, тут еще и третья. Блин, почему же вас так много-то, дорогие? Ну, все, мы от них избавились. Сохранились. Вот мне нравится, как тут быстро сохраняется игра. То есть, на старом компьютере, который был, естественно, намного медленнее. Вообще, по всем параметрам. Там игра очень медленно сохранялась. И первая, вторая, третья, все игры медленно сохранялись. Убираем лягушку. Все равно, что-то у нас с ХП не то. Все равно она у нас не полностью выполнилась. Хотя это странно. Двух лягушек нам должно было хватить. Ой. Эм, Гарри, с тобой все в порядке. Ладно. Так, здесь у нас будет еще один тайник. Я даже не знаю, как нам лучше пойти. Наверное, мы пойдем вот так. То есть, нам нельзя прыгать в воду. А на траву нам прыгать вполне себе можно. То есть, вот мы пошли коротеньким путем и стали опрыгивать эти дурацкие бревна. И добрались успешно до тайника. Ну, правда, тут всего лишь конфетки и больше ничего. Вообще, было бы обидно. Я бы сюда какую-нибудь карточку засунула. Кстати, карточек на этом уровне будет целых две штуки. Но они будут расположены очень близко друг от друга. И это, на самом деле, немножечко печалит меня. Ну, это как-то неинтересно, на мой взгляд. Вот, мы уже добрались до очередного чекпоинта. Так, тут же мы сзади ничего не пропустили. Да и не пропустили. Так что прекрасно. Странно. Самую большую колючку и не можем заколдовать. Вот. Теперь сохраняемся. Хотя, надо было сначала применить флиппенто, наверное. Ну, ничего страшного. Вот у нас повернулось бревно. Вот, как видим, мы по нему уже ходили. Только до этого мы ходили, но внутри бревна, так как оно полое. А сейчас мы идем непосредственно по бревну. Теперь у нас появляются ядовитые щупальцы. И мелодии меняются одна за другой. Так, тут у нас ничего нет, тут у нас ничего нет. И так, и так. Так. Очень внимательно смотрим. Так, теперь нам нужно открыть тайник, заколдовав всех трех улиток. Вот. У нас из земли вырастает блок травы, на который мы сможем забраться в одно место. Я сейчас даже покажу, куда. Блин, Гарри. По-моему, у нашего Гарри просто-напросто лагает хп. Вот, куда мы с вами заберемся. Вот здесь у нас три конфетки на дорожке. И туда мы с вами пройдем. Давайте для начала откроем сундук и зайдем в еще один тайник. Ну, кстати, это уже более очевидный тайник, поскольку тут есть стрелка, которая указывает нам на вход в пещерку. Тут, кстати, довольно красиво. Пусть даже и мрачно. Вот только посмотрите. Сталактиты висят, вода капает. Вот такие красивые озерца, в которые даже свалиться не имеем возможности. Это все очень даже прекрасно. Тут только конфетки, по-моему. Да, тут только конфетки. Так что идем с вами пока что дальше. По стрелочке. Вот сюда, в еще одно более красивое место. Давайте пока осмотримся. Вот, смотрите, как тут здорово. Такой водопад шикарный. И вообще такое место светится. Прям сияет, я бы сказала. Я очень надеюсь, что меня сейчас слышно, потому что звук водопада полностью меня заглушает. Ну, по крайней мере, я сейчас себя очень плохо слышу. У Гарри сейчас какие-то баги были с тем, как он подбирал карточку. Давайте я сейчас вам ее покажу. Давайте сейчас пока Гарри карабкается, мы залезем в меню карточек. Так, я очень надеюсь, что я все из этого вам показала. Если нет, то это, блин, очень плохо. Вот, это карточка. Это у нас Боуман Райт. Годы жизни, соответственно. А, изобрел золотой синич. Ну, внес на самом деле огромный вклад в квинзич. Молодец, чувак. И сейчас мы подберем еще одну карточку. Как я сказала, карточки тут находятся довольно близко друг от друга. И она находится в том тайнике, в который мы сейчас лезем. Нет, все-таки у Гарри определенное то, что что-то творится с ХП. Что-то надо учиться уже, не попадать под колючки. Все-таки уже не первый раз играю в эту игру. А толку все равно никакого. По-моему, Гарри немножечко колбасит. Да, чувак, тебе определенно точно пора завязывать с ведьмиными грибами. Так, у нас уже 13 карточек. Это уже больше половины, скажу я вам. Теперь ищем. Вот она, эта карточка. Это у нас герба дурной. Древняя Греция. Первый создатель Василиска. Вот такой вот стоячок с змеей в руках. Я не знаю, это змея или это такой змеиный посох. Но это уже не важно. Давайте сейчас выберемся, попробуем не упасть на улиток. Во, я знаю, куда я сейчас пойду. Подойди. Опа! Все, шикарно. Шикарно мы с вами все здесь исследовали. И можем спокойно идти в хижину Хагрида под замечательную музыку. А, как же все-таки здорово. Гарри, иди сюда. Пойдем скорее. Я тебе кудрю, что покажу. Что-то с интонацией они, по-моему, перестарались. Патролил. Сейчас я покажу тебе то, о чем я хотел поговорить с тобой. Это яйцо дракона. Но, тссс, никому ни слова. Дракончик вот-вот вылупится. Чтобы дракончик вылупился, нужны огненные семена. Но я не могу оставить яйцо без присмотра. По-моему, Хагрида тоже немножко колбасит. Гарри, принеси мне, пожалуйста, огненные семена. Они растут в пещерах за моим садом. Собери как можно больше огненных семян. Будь осторожен. Они очень горячие. Не хватай их сразу. Дай им чуток остыть. Ну, беги к Гарри. Будто бы послал его куда-то подальше. И со своим яйцом, если что, он остался. Ой, у нас опять музыка. Блин, ну как-то... Как так можно вообще, ребятки? Ну, ладно. Давайте. Мне почему-то нравится, как Гарри трясется, когда бегает по этим ступенькам. Господи, слава богу, этот кошмар закончился. Давайте, что ли, осмотрим двор Хагрида. То есть, вот этого хижина. Вот у вас свинки. Свинкам, в общем, нас пофиг. То есть, вот отсюда, вот, вроде мы с вами... Да, вот отсюда мы пришли. Тут можем побегать. Можем посмотреть такую пристроечку. Сразу почему-то вспоминается тайная комната. И узника с кабана, кстати, тоже. Так, здесь у нас... Но про это место мы пока говорить не будем. Тут у нас коза пасется одинокая бедная. Блин, жалко, что я не могу сюда пропрыгать. Ну, да ладно. Теперь отправляемся с вами за огненными семенами. И нас сразу же встречает Пикси Докси. Что-то у нас одна? Одна, слава богу. Сейчас тут надо осматриваться. Я не очень хорошо помню, что тут да как. Тут очень много тайников, помню. Штук восемь. Улитки чуть-чуть совсем оборзели. Все оборзели улитки. Здесь вот уже такое довольно секретное место. То есть за кустами сундук не видно, естественно. Вот всего лишь одна конфетка. Как так можно? Господи, какой шикарный водопад, слушайте. Все-таки пусть графика тут и не самая лучшая, но, блин, отдельные места она умеет передавать. Так, все, теперь вбегаем с вами в пещеру, уничтожаем Пикси. Блин, как же мне нравится, как Гарри с каким звуком ходит по пещерам. Не с этим, с другим. Жили... Да, вот именно с этим. Пока желаю, что этого звука больше нигде не будет. Так, то есть вот тайники у нас будут как бы вот таким образом большинство обозначаться. То есть камень, который нужно отодвинуть с Аллахоморой. Просто чтобы вы запомнили. Вот, наконец-то у нас полностью пополнилось ХП. И, блин, тут очень красиво... С красивым звуком огонь горит. Так. От Флипензеля улиток куда подальше. Теперь... Вот, тут есть такое место, в которое надо обязательно спрыгнуть. Это такой, пожалуй, самый неочевидный тайник в игре. То есть я его очень долго не могла найти. И опять меня перекрикивает водопад. Тут у нас находятся два сундука. Тут, правда, не очень много конфеток, но все равно. Как видим, вот такой тайник обязательно нужно запомнить. Ну, давай, дружочек мой, забирайся уже. Так, что-то Гарри у нас немножко под... Лагивает. Во, слава богу. Привет, улитка. Как поживаешь, родная? Не хочу я с ними возиться, скажу я вам. Все, тайник мы прошли. Теперь двигаемся с вами вот сюда вот. Здесь видим опять Пикси. Вероятнее всего, она встретит нас чуточку попозже. Ух, слава богу, мне уже надоелся, честно, шум водопада. Ой, как красиво, как красиво. А почему тебя нельзя с расстояния заколдовать, скажи мне? Че мне говорила, я уже не помню. Вот еще один тайник. В такие тайники надо обязательно заходить, потому что... Они как бы водят нас по кругу. То есть, вот, увидели, наверное, закрытую дверку. И теперь мы открываем и ее. То есть, тут все-таки в этих пещерах, даже если где-то что-то закрыто, если постараться, в какой-то определенный момент это обязательно будет открыто. Господи, блин, я просто не могу. У меня от того звука вообще просто так приятно. Даже прям не буду говорить ничего. Так. Гарри, хватит карабкаться по воздуху. И вот сейчас тоже будет весьма неочевидный тайник. То есть, вот это вот бревнышко мы с вами видим. Теперь мы безо всякой опаски идем вниз. Вот сюда вот. Так, хорошо, что не свалились. Это было бы весело. И теперь мы забегаем сюда. Убираем карточку. Кстати, эта карточка была совершенно беззвучной. И просматриваем ее. Уже 14-я. Так, она у нас, видимо, вот она. Маргана Лефей. Средневековье, годы жизни неизвестны. Сводная сестра короля Артура. Или Артура, вот не знаю, как правильно. А злая чародейка, враг Мерлина. Ну, Мерлина я точно показывала. Теперь мы активируем лифт. Это, на самом деле, есть то самое бревнышко, которое мы с вами видели вот буквально несколько секунд назад. Поднимаемся. Подбираем лягушку. И идем дальше. Так, ну тут опять есть стрелочки путеводные, которые нас выводят. И, по-моему, если я не ошибаюсь, сейчас у нас уже будут наши первоогненные семена. А, нет, еще не сейчас, еще. Сейчас проходим через водопад. Тут нужно будет немножко подвигать камушки. Одна конфетка. Вот какой смысл, суду, класс, одну конфетку, скажите. Так, камень падает. Главное, нам самим туда не свалиться. И здесь у нас еще один тайник. Кстати, серый сундук довольно-таки трудно заметить на фоне серых-черных камней. Так, тут все, да? Еще один камушек. Сейчас мне почему-то вот это не надо. А, нет, все нормально. Вот, вот сейчас нас ждут уже первые наши огненные семена. Такой вот куст. Ага. Это, похоже, и есть огненные семена. Хагрид сказал не подходить к ним, пока они не остынут. А, все-таки в этой игре сейчас семена, значит, мы за Флипензе. Мы теперь, вот, видимо, от них, ну, над ними искорки летают. И теперь мы должны побегать, пока они не остынут. Ну, а че уж стоять на месте, проще побегать. Вот, все, теперь их можно собирать. И вот у нас даже есть специальный индикатор, который показывает все собранные семена. И теперь у нас открылась дверка. Так вот, Гарри в этой игре. Ой-ой-ой. Вот та самая Пикси, которую мы с вами видели несколько минут назад. Эти водичку капают, как мило. И окошечко тут такое. Дайте мне посмотреть на небо, на закат. Так вот, Гарри в этой игре уж очень редко разговаривает. А вот, например, в тайной комнате Гарри постоянно болтает, его прям не заткнуть просто. Я уж не знаю, с чем это связано. Ага, снова сохраняемся. Ой, вот тут у нас очень много... Придется прыгать по камушкам. Опять через водопады. И теперь в таких комнатках нужно обязательно искать тайники. Это вроде не тайник, да? Короче, в таких комнатках очень часто прячут тайники, которые надо открывать посредством отодвигания камушков. Гарри у нас решил поиграть в паркурщика. Вот, кстати, сундук. Явно к нему проход будет не самый явный. Прошу прощения, друзья мои, что-то как-то я прыгнула не очень аккуратно. Да и Гарри решил не цепляться за уступы. Но хочу заметить, что это первый раз был в это прохождение, где я зафейлилась. Вот тут тайник как раз открываем. Тут у нас сундук. Слышим ядовитые щупальца. Слышим лягушку. Ого, 333 конфетки. Неплохое число, скажу я вам. Так, вот тут семя зависло на кустах. И, кстати, по-моему, сам куст, даже мы его охладили, все равно трогать нельзя. Потому что он, ну, сам типа как источник, он горячий. О, вот тут у нас еще сразу же одни огненные семена. Флиппенда. О, как все затихло. Ну, давайте послушаем этот замечательный звук, как Гарри бегает по пещерам. Ага. Вы остыли. На каждом кусте у нас растет по 3 семечка. И вроде бы всего их должно быть 21. Сейчас, о, да, черепаха. Эй, алло, алло, алло. Слава богу, а то она уже к нам задом успела повернуться. А у нее огонь именно из задницы и стреляет. Так, что ты так косо летишь-то, а? Так, все. Чтобы она нам не мешалась, мы ее в пропасть. Главное, самим туда нечаянно не прыгнуть. Вот, видимо, опять дверка. Значит, опять будет тайник где-то. Я даже, кажется, уже помню, где, блин, Гарри, что ты творишь? Сейчас скажи мне, остановись, парень. Все, наконец-то чекпоинт. Сейчас нам нужно пойти налево, да. Тут у нас уже двухголовые ядовитые щупальца. Вот, открываем. И вот видим уже механизм, который открывает дверь. Действуем оперативненько. Все-таки времени хотелось бы тратить намного меньше. Да блин, что ж ты творишь-то, а? Во, другое дело. Ну, теперь следует пройти вот здесь. Инсендио. Возьмем лягушку-копюшку. Все, и теперь движемся с вами дальше. О, господи, я сейчас напугалась. Ну да, собственно, дальше... У нас вот всего один путь. Что это я? На самом деле ядовитые щупальцев в целях экономии времени. Следовало бы просто, ну, как-то изловчиться и обойти. Но я лучше бы применяю инсендио. Хоть оно и выполняет не ту функцию. Господи, сейчас, по-моему, у меня немножко залагал звук. И сейчас было довольно страшно. Так, я чуть не посмотрела, у нас 15 было семян или уже 18. Так, давай, Ква-Ква. Опять одна конфетка. Да сколько ж можно, да? Вот, сейчас будем сбрасывать с вами сталактиты. Или сталагмиты. Называйте как хотите. Блин, я сейчас опять напугалась. Так, там у нас есть сундук. Пожалуйста, не пугайте меня так больше. Теперь прыгаем сюда. Флиппендим. Флиппендим вот это. Флиппендим вот это. Ждем пока останутся наши семечки. Семки. Так, это уже 18. То есть нам осталось еще 3, то есть еще один куст. Замечательно. И теперь мы прыгаем аккуратненько, чтобы не свалиться к этому сундуку. Все-таки тут огромное множество тайников. Я уж не знаю все-таки, что представляет собой термин тайник в этой игре. Но если учитывать все очевидно и не очевидно, мне кажется, тайников тут намного больше, чем 8. По-моему, даже на одном сайте я читала, что их 11. Так, улиточки. У улиточек мы оглушаем. Теперь черепаху мы скидываем. И теперь нам вроде как нужно не вперед, а нужно пройти немножечко в обход. То бишь вот сюда. Ай. Так, тихо. Тихо, тихо. Вот, все, мы спрыгнули. Мы умнички. В воду нам прыгать ни в коем случае нельзя. И теперь движемся с вами вперед. Вот сюда. Так. Блин, не нравится мне эта музыка. Почему-то мне опять кажется, что она немножко ниже играет, чем надо. Хотя я такой музыки вообще не помню в игре. Вот. Пришли к нашему сундуку. Так, то есть видим. То есть мы могли пройти просто, ну как бы вот так пропрыгать. А мы с вами прошли в обход. И хорошо, что мы пошли в обход. Потому что мы исследовали все тайники. И здесь у нас последний куст с огненными семенами. Сейчас мы их с вами подберем. И серию на этом уже, я думаю, закончим. Следующая серия будет не менее интересная. Мы будем бродить по Хогвартсу. А это мое любимое занятие, скажу я вам. Все, у нас есть 21 семя. Двигаем вот этот камень. Так, что-то опять глюки какие-то. Вот тоже опять видим то место самое. Так, ну что тут у нас все? Тойников нет, сундуков нет, ничего нет. Так что я с чистой совестью могу на этом закончить. С вами была Вета. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Положительные, негативные, любые. Я буду рада абсолютно всему. В принципе, я буду рада, что вы оставляете свое мнение по поводу моих видео. Всем удачи. И всем пока.